Есть книги, которые читаются во все времена. И эта книга тоже является одной из таких произведений. Кто бы мог подумать, что она написана более ста лет назад, но тем не менее они перестают быть актуальными в наше время. Написала эту книгу Сесилия Джемиссон, американская писательница. Называется она «Прием из черной Антуанетты». В Южной Америке в Новом Орлеане живет мальчик Филипп. Он сирота и воспитывается приемной матерью, пожилой негритянкой Туанеттой. Тайну его происхождения знает только она. Ему самому ничего не известно ни о родителях, ни о семье, откуда он родом. Вроде бы все прекрасно, они счастливы, даже они бедны. Но при этом у него есть друзья, с которыми он общается, которые помогают ему. Счастье рушится в тот миг, когда мама умирает, и он остается один. По воле судьбы, пройдя через множество испытаний, Филипп обретает своих родных. Но обретет ли он в большом, богатом доме и любящую семью, вы узнаете, когда прочитаете эту книгу. Я хочу вам сегодня рассказать об замечательно доброй книге. Эта книга, хоть и вышла, наверное, более 10 лет назад, она удивительная читаемость. И сейчас она написана голландскими писателями детскими, Хансом и Моникой Хаген. И более 10 лет дети Голландии ее читают, перечитывают. И что удивительно, взрослые люди, когда хотят объясниться друг другу в любви, они дарят друг другу вот эту книгу. Потому что эта книга называется «Всех любимей ты». Авторы сборника «Всех любимей ты» Ханс и Моника Хаген – одни из любимых голландских детских писателей, обладателей нескольких литературных премий. Им удивительно тонко удалось посмотреть на мир глазами ребенка. При этом в книге поднимаются важные и сложные вопросы о чувствах, об устройстве мира, об отношении к старшим. И те простые ответы, что даны в стихах, прекрасно подойдут именно к детскому видению. Маленьким не всегда бывает просто среди взрослых. И им действительно будет важно услышать о серьезных вещах на своем детском языке, узнать в героях книжки самих себя. Стихотворение называется «Во сне». Если ночь темным-темна, а постель теплым-тепла, Сплю и вижу, там во сне все могу, все можно мне. Все там есть под облаками, чай и столик с пирогами. Только повода грустить нет во сне, тому и быть. Стихотворение Стихотворение Стихотворение